Не стоит переходить через железнодорожные пути в неположенном месте, а также перебегать через рельсы перед приближающимся поездом. Транспорт, идущий на большой скорости, не сможет резко затормозить. Об этом должен помнить каждый, как ребенок, так и взрослый, ведь от этого зависит собственная жизнь. Сотрудниками Управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа Щелково совместно с представителями РЖД на постоянной основе проводятся профилактические рейды. Важно напоминать гражданам о правилах безопасности вблизи железнодорожных путей, ведь это зона повышенной опасности. За время проведения рейдов комиссии были осмотрены следующие железнодорожные станции городского округа – Монина, Гагаринская, Осельская, Щелково, Воронок и Соколовская. Был проведен ряд рейдов. Тематика этих рейдов – безопасность на железнодорожной инфраструктуре. Ну, в частности, по каждой станции были отдельные вопросы. На каждой из станций были выявлены недочеты, которые необходимо устранить в ближайшие сроки. По станции Осельская был вопрос восстановления барьерного ограждения, которое было установлено после несчастного случая на этой станции. Были проведены мероприятия на станции Монина. Там тоже у нас недалеко от станции был случай смертельного травмирования. В данном случае мы хотим, во-первых, устранить прорехи в заборе, которые были выявлены, где у нас незаконные переходы. На некоторых железнодорожных станциях вопросы касались не только несанкционированных переходов, но и обновления уже специально оборудованных существующих, а также приведения в порядок платформ. По Гаганинской станции первое, что его пиющее, то, что бросается сразу в глаза, это очень плохое состояние железнодорожной платформы. Неоднократно на это обращали внимание ЖД, но вот и ныне там платформа с дефектами, это очень опасно. Проседание плит, опасные расстояния между, щели между плитами, вообще отвратительное состояние подпорки. С начала 2021 года в городском округе Щелково зафиксировано несколько смертельных случаев на железнодорожных путях, но жители по-прежнему продолжают рисковать жизнью и довольно часто используют несанкционированные места для перехода. В рамках рейдов граждан настоятельно призывают переходить только по оборудованным переходам, ни в коем случае не смотреть в момент перехода в телефон и вынимать наушники из ушей. Помимо безопасности на железнодорожных путях, надо не забывать и о том, что нужно соблюдать правила на обычной автомобильной дороге. Это касается как водителей, так и пешеходов. Волонтеры Подмосковья регулярно раздают гражданам тематические листовки с правилами дорожного движения, ведь предупрежден, значит вооружен. Нужно на дороге, на железной дороге, на обычной дороге обязательно одеваться ярко. Обязательно есть статистика, что каждый четвертый погибший на дороге пешеход, а каждый третий погибший на дороге пенсионер, например. Мы агитируем народ, чтобы помогали кому-то перейти дорогу, чтобы обязательно следили за тем, что потерявшиеся есть люди, граждане, пенсионеры. Чтобы переходили в положенных местах, детей держали за руки. Неважно, какую дорогу вы переходите, железнодорожную или автомобильную, нужно всегда быть предельно внимательным и осторожным. Это самое главное. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.